Жевательная резинка. Польза или вред? Сегодня трудно найти человека, который никогда не пробовал жевательную резинку. Отношения к ней у врачей-стоматологов неоднозначные, некоторые считают ее полезной, а некоторые вредной для зубов. Однако, как и у любого другого продукта, у жвачки есть свои плюсы и минусы. Польза жевательной резинки. Устраняет неприятный запах изо рта и делает дыхание свежим. При жевании жвачки во рту выделяется слюна, которая обладает такими свойствами, как нормализация кислотно-щелочного баланса. Она способствует нейтрализации, вредной для зубов кислоты, которая появляется во время еды. Однако, такой эффект достигается в том случае, если жевательная резинка не содержит сахара. Слюна, обильно выделяющаяся при жевании жевательной резинки смывает с поверхности зубов остатки пищи, в результате чего снижается риск появления кариеса зубов. Процесс жевания пробуждает выделение желудочного сока, вследствие чего улучшается пищеварение в желудке и снижается чувство переедания. Ксилитон, который содержится во многих жевательных резинках, снижает количество накопившейся во рту вредных бактерий, которые вызывают кариес. Вред жевательной резинки. При длительном жевании жевательной резинки зубная эмаль может стать шероховатой и изменить цвет. Желудочный сок, который выделяется во время жевания, может навредить, если жевать резинку натощак. Длительное жевание утомляет челюсти и может привести к перенапряжению жевательных мышц и болезненным изменениям в височно-нижночелесном суставе. При частом использовании жевательной резинки слюнные железы выделяют слюну, перенапрягаются. Если постоянно жевать жевательную резинку, то со временем изменится состав слюны, может появиться сухость во рту, дискомфорт при пережевывании пищи и глотании. В состав жевательной резинки часто входят вредные компоненты, такие как красители Е171, Е129, Е132, стабилизаторы вкуса Е414, Е422, антиоксидант Е321, эмулятор Е322 и другие. Они оказывают негативное влияние на зубы, пищеварительную систему, кровь и сосуды. Нельзя использовать жвачку людям с заболеванием парадонта и подвижными зубами, поскольку оно дает дополнительную нагрузку на зубы. Таким образом, является и мифом то предположение, что жевательная резинка отбеливает зубы. Она только может помочь избавиться от зубного налета. Также мнение о том, что из-за частого жевания жвачки могут выпасть с пломбы, совершенно необоснованно. Если пломба установлена качественно, то никакая жевательная резинка ей не навредит.